Доброго дня и хорошего настроения желаем всем зрителям телеканала Самара Гиз в эфире универсальный формат, а с вами Юлия Чернеева. Всем желаю хорошей трудовой недели. Надеюсь, что с погодой нам повезет чуть больше, чем сегодня. И, собственно, мы приложим все усилия, во-первых, для того, чтобы это настроение мы поднимали сами и наши родные и близкие. Ну, а во-вторых, будем готовиться активно. Впереди много светлых прекрасных праздников, в числе которых и Пасха, и День космонавтики. Ну и, в общем, далее по плану впереди и майские праздники. Так что, если вы думаете, какое хобби выбрать для себя этой весной, может быть, хотите чему-нибудь научиться или узнать о том, как живут мастера и мастерицы в нашей Самаре, вот сегодня будем стартовать раз в месяц рассказывать вам о каких-то удивительных наших рукодельниках, рукодельницах, тех людях, которые нашли свое призвание, нашли свое хобби. И это действительно им очень нравится. Они готовы поделиться какими-то своими знаниями. Город мастеров. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. И телефон прямого эфира 202-11-22. Он пригодится вам для того, чтобы, может быть, проконсультироваться, задать вопрос нашим гостям, что-то узнать. Может быть, какие-то будут у вас вопросы, нюансы уточняйте. Звоните. Ну и сегодня для вас я приготовила два подарка. В первой части разыграем пригласительные билеты в театр на спектакль удивительных актрис. Это Нина Шацкая и Ольга Кабо. Филармония приглашает вас 9 апреля на спектакль «Я искала тебя». Удивительный, нежный, полный любви, страсти и каких-то женских переживаний. Ну а во второй части будем разыгрывать уже такой дерзкий билет на концерт Александра Незлобина в Максимилиенс. Так что, если знаете, кто эти люди, и хотите попасть, милости просим в наш эфир. Ну что, город мастеров у нас сегодня жители этого города. С большим удовольствием представляю вам наших первых гостей. Это Мила Завьялова. Здравствуйте. И Екатерина Воробьева. Добрый день. Ну что, мастера, как вам живется? Как весна? Все ли хорошо в вашем городе? Творчество, надеюсь, так вот процветает, развивается. Мила, как у вас с этим? В общем-то, хорошо. Весна – это вдохновение? Да, весна – это все. Ну, в принципе, мастеру любое время вдохновения. То есть снежок выпал – тоже хорошо. Дождик пошел – тоже хорошо. Но весной как бы мы выходим на открытые площадки. То есть в загородном парке еще где-то проводятся какие-то мероприятия открытые, где мы проводим мастер-классы и так далее. Ну, в общем-то, мы начинаем выходить в люди. Это хорошо. То все прячетесь по торговому центру? Нет, мы не прячемся. Мы участвуем в выставках. Но выставки все равно посещают меньше народу, чем, допустим, парки. Парки и скелеры туда. Тем более весна. Такое хорошее время. Так тепло. Катя, расскажите вы, как вообще к погодным каким-то таким переменам, как относитесь, влияет ли на ваше творчество изменения в природе? Ну, естественно, становится активнее весной, летом, как-то больше движения. Да, больше движения. Можно куда-то съездить. То есть не только местные площадки как бы. Да, здорово, но можно еще куда-то поехать. Выехать на какую-то выставку, ярмарку, да, показать себя других, посмотреть. Научиться чему-то новому. Ну, на самом деле, вот, когда, допустим, мы говорим, работа с камнем, работа с кожей, да, редко, может быть, кто-то представит хрупких барышень, которые этим увлекаются. В основном какие-то мужчины, которые там валяют эту кожу, где-то ее доставляют, просушивают, шьют и так далее. Но у вас настолько изящная работа из камня и кожи. Откуда вообще это все пошло? Есть ли какая-то история, может быть, удивительная? Нет. Ну, нет, почему есть. То, что вот из Ульяновска знакомые привезли сначала один камушек, просто показать. Мы попробовали его отшлифовать. Потом же поехали туда в экспедицию с целью, как и они, что набрать побольше камней. Вот результаты, шлифуем мы его сами. Это симбирцит. Это именно ульяновский камень. Симбирский камень, да. Он так и называется, в общем-то. Волжский янтарь. Есть такая версия, потому что цветовая гамма именно как у янтаря. Это вот, который здесь лежит в окружении янтаря. Это и есть симбирцит. Ну, это понятно, как бы, может быть, кто-то сейчас не поймет, почему он так выглядит. Он еще не обработан, это получается. Вот здесь вот он местами обработан. Ну, на породе выделили участки, а вот так исходно он выглядит. А исходно он выглядит вот так вот, немножко невзрачно. Ну, так вот сидят, разговаривают. Подумаешь, привезли камень, мы решили его отшлифовать. Как будто вот каждый день девушки у нас тут шлифуют камни. Почему мы решили этим заняться? Потому что всегда было интересно. Интересно было. Есть породы, вот, например, в Самарской области можно найти агат, но для работы с ним нужны какие-то сложные устройства. А симбирцит, он относительно мягкий. То есть это где-то 4-5 максимум по шкале плотности, максимально 10. Вот, то есть он уже поддается, его можно поцарапать ножом, и, соответственно, понеслись эксперименты. Да, он мягкий, с ним можно работать. Я хочу задать вопрос, у вас, не знаю, политеор, геологический факультет, откуда эти знания камней и плотности? Сказы Бажова. Нет, это уже когда мы стали интересоваться камнями и прочим, это уже, соответственно, книги, все это надо было почитать. У Бажова я услышала, моя любимая настольная детская книга, Малахитовая шкатулка. Да, 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 то есть меня всегда впечатляло вот это вот Урал, камни, россыпи. Вот мечтой было съездить на Урал. Слава Богу, мечта сбылась, я побыла на Урале, действительно посмотрела, все очень красиво. Но камни очень большой плотности. Обрабатывать дома, допустим, или как-то вот так вот на коленке. Это нужна целая мастерская. Да, у них целые мастерские. Невозможно. Ну, я, конечно, набрала образцов всевозможных, это все просто... Люди везут из сувениры, тут люди везут камни. Да, да, душу греет, все, я привезла. А тут вот как-то получился разговорить с имбирцит. Ну, реально красивый камень, море оттенков, и вот он рядышком. Тем более, когда мы попробовали, и, оказывается, мы можем, о, ну-ка, сам Бог велел. То есть, сказы божевы они сбылись, но ближе, чем казалось бы. А кто у вас начал первый, так скажем, в вашем семейном подряде? Ну, начала я, потому что, как бы, я и старшую, и времени у меня было побольше. И идей у тебя побольше. Ну, может быть, и идей побольше, и времени свободного было больше, чем у нее. Допустим, она все училась, там, то, сё. А мне заняться было нечем. В декрете. Да, вот так как у меня вот их пятеро, вот она у меня старшенькая, мне было скучно, дети маленькие. Вот я развлекалась как могла. То есть, мы пробовали делать домовых, ну, это было лет десять назад, это было самое начало. Потом мы перешли уже к украшениям, потом перешли к вышивке, декору кожи. Ну, в общем, чуть-чуть всего попробовали. Да, хочется успеть побольше, ну, вот пока все успели. Я надеюсь, еще все впереди. Ну, вот на вас это ваше украшение? Ну, это сборка. Ну, это жемчуг очень. Да, просто жемчуг такой эффектный, он мне понравился. Ну, собрала его я, но сама я его не вращу. Понятно. Ну, тем не менее, друзья, если вдруг у вас будут какие-то вопросы к нашим сегодняшним гостям, звоните, задавайте. Я думаю, вдруг что-то интересное они вам расскажут, почему нет, поделятся какими-то своими знаниями, опытом. Ну, тем временем вы к эфиру принесли фотографии, где можно крупным планом посмотреть на камни, посмотреть, как камни обравляют кожу. Почему именно кожа? Почему, допустим, никакие другие материалы? Вот мы видим сейчас, пожалуйста, рассказывайте. Он разлет. Здесь вышивка. Здесь вышивка и декор кожи. Не знаю, вот он приятный, на ощупь очень приятный. Ну, допустим, работать с металлом, нужно немножко больше усилий и другое оборудование. Вот. А кожа пластичная, с ней работать удобно и приятно, в общем-то. Вот чтобы сделать такой подвес, такой кулон, как, я не знаю, это правильно назвать. Ну, подвесочек. Это все ручное, в смысле, вы шиваете не на машинке руками? Нет, это вышивается. И бисер, это все как бы пришивается? Да, все пришивается, потом все это... Здесь основной момент в том, что вышивка, как таково, обычно пришивается к какой-то основе, а здесь элементы вот кожи сделаны, чтобы борта выглядели как можно аккуратнее, то есть, чтобы нигде никак не было видно леску и вот такие моменты. Обратную сторону, когда переворачиваете, то есть, чтобы там тоже было. То есть, вы ее пробиваете прямо насквозь, получается? Нет. Нет. Сначала делается вышивка. Так. Потом все это уже прикладывается к основе, потом закрываются все эти борта, потом придется шнурок. Все рассказали. А тут мы уже на более какие-то выпуклые формы перешли. Это бутылка, стеклянная обычная бутылка, задекорированная кожей, вот мы взяли тоже образец. Да, образец на столе. У меня вот вопрос такой, это все один камень разных цветов? Нет, это разные камни. Разные камни. А как его это определить вообще? Вот нужно ведь знать, человек приходит, хочет, я хочу там браслет, хочу подвеску, хочу что-то такое, там кулон и так далее, но не знаю, подходит мне этот камень или нет. Вот вы эту сторону как-то изучаете, ведь камни на самом деле очень большое влияние на организм оказывают. Вот если неправильно подобранный, с энергетикой вроде как говорят, проблемы могут быть. Мы изучали эту проблему, у нас много книг на эти темы всевозможные, в интернете посмотрели, но пришли к выводу, что камень надо выбирать самому. Так, то есть насколько он нравится, именно чтобы вот тянуло, чтобы не хотелось его положить кто-нибудь на полку и забыть не всегда. И подальше, да. Да. То есть это должно нравиться. То есть если вам нравится... Душевный порыв. Да. Это единственный критерий, на мой взгляд. Потому что все эти ориентиры на знаки зодиака, на гороскопы, их море в интернете. Много книг, много вариантов. Можно подобрать по имени еще, если какие варианты. Да, то есть по имени там много очень вариантов. Мы вот видим сейчас эту 3D-инсталляцию. Да. Да, это мы делали к 70-летию Победы сделали. То есть вот сейчас. Это вот пулла, это часть национального мордовского костюма. То есть вы занимаетесь еще и такими удивительными вещами. Ну, так вот по поводу камней. То есть вы решили, что человек приходит, смотрит что-то, да, и что-то лежит, к чему душа, получается. Это и берет. Да, если человек начинает сильно сомневаться, говорит, ну вот я не знаю, оно мне нужно или нет, я предлагаю подумать, погулять. Если захочется вернуться, вот если понравилось, то да. Понятно. Своё оно своё. Есть, да, что это вот? Это из кожи, это кисет. Такая версия кошелька немножко подстарена. Сколько залежей кожи у вас дома, вопрос. Где вы её берёте, откуда доставляете, чья это кожа? Началось это вообще с того, что муж у меня занимается мебелью. Так. И вот мебельное производство, у них бывают обрезки, которые им не нужны. То есть, допустим, диван кожаный сделали, всё, там осталось. Кусочки маленькие. Кусочки остались, да. Ну да. И как-то я говорю, а можно будет их как-нибудь купить-то, потому что пробовать-то с чего-то надо, а что-то дорогое покупать, шкуру, допустим, а вдруг мне не понравится, я не захочу. Не подойдёт, не пойдёт. И вот он как-то нам раз пакетик переслали, мы попробовали, два пакетика переслали, потому что они всё равно выбрасывают. Я попробовала. Оказывается, очень интересно. Ну, у нас тут вот нету фотографий, мы и всевозможные кнуты пробовали плести, и сувенирные версии, стилизованные тоже. То есть много чего. И для хора было, чтобы там основной элемент был момент, чтобы она была рабочей, этот, и звук, то есть щелчок, да, щелчок, чтобы был. То есть над этим работали тоже. А что за кожа, что это за животное? Кожа у нас, телечина. Телечина, смотри. И спелок, вот эта свиная толстая тоже идёт, но она идёт на более грубые варианты. Мы как бы не тетализируемся. Я обычно, знаете, всё на ощупь, всё на глаз. Потому что зависит ещё от обработки. То есть та обработка, которую, допустим, сделали до нас, она может быть совершенно разной на разных вариантах кожи. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Нина, я смотрю ваши передачи сейчас по телевидению. Меня интересует, где можно увидеть это всё или купить? Нина, не желаете ли сходить в театр? Я вот как раз только-только собиралась задать вопрос нашим зрителям. Тут вот как раз билетики у нас на спектакль. Как вы к этому относитесь? Журавленно. Положительно. Ну давайте попробуем. У вас будет попытка угадать или не угадать. Вопрос. Какой театр был создан в 1898 году Станиславским и Немировичем Данченко? Сложный вопрос, да? Очень сложный. Ну, вдруг у вас где-то будет сейчас времечко подумать, и вас, дорогие друзья, это касается. Какой же театр создали эти два великих человека? Если знаете, звоните, 202-11-22-спектакль. Я искала тебя с умом помрачительными Ольгой Кабо и Ниной Шацкой. Для вас покажет филармония 9 апреля. Спасибо за звонок. Ну так где же это в ближайшее время можно будет посмотреть? Мне кажется, и ВКонтакте вас можно найти. Вот ВКонтакте. Да, ВКонтакте можно. Мастерская Завьялова. То есть мы как бы... Я-то исходно тоже Завьялова. Исторически. Исторически так сложилось, я тоже Завьялова, да. Вот. Можно найти ВКонтакте, задавать вопросы. В основном мы просто на выставках. То есть вот не так давно в Алабина была выставка. Ну там частично, потому что посвящена она была победе. То есть там были инсталляции. И победе. Про семью была. Да, да, да. Там семейные традиции. Да, да, да. То есть в принципе как-то на каких-то таких мероприятиях вас можно найти. Вообще хочется спросить, а насколько это все вот дорого? И доступно ли для обычного человека? Я считаю, что это очень доступно. Ну, в связи с тем, что большую часть работы мы стараемся делать всегда сами. То есть, а материалы были закуплены, в общем-то, давно. Да. Тут же бисер давным-давно привезен, лет 8 назад. То есть без санкций сейчас обошлось как-то. Да, мы как-то... Да и как-то в основном мы в цену не вкладываем, что вот мы там долго делали, что только вот материалы там где-то вот так получаются. Детский труд. Детский труд, он там мало учитывается, в общем-то. Как у нас. Вот смотрите, насколько вообще тут даже я сейчас хочу показать нашим зрителям. Здесь даже элемент какого-то меха. И здорово. Я пока примерю, вы, если не против. Там металлическая основа, пожалуйста, смело. Да, металлическая основа. Можете разжимать и сжимать. Ой, ну, ребятушки, я думаю, после эфира тут у нас все богатство будет рассмотрено в ближайшее время. Вам большое спасибо, что вы пришли, нам принесли, показали, интерес вызвали. Обязательно сделаем перепост в вашей группе у нас в ВКонтакте, в программе универсальный формат. И я думаю, что с большим удовольствием вы найдете для себя. Да, Катя, что? Если будет желание у кого-то чему-то научиться, пускай смело пишут, и я обязательно все расскажу. Да, мы проводим мастер-классы по всем темам. Ух ты, это самое главное, что не вот держите себе эти секреты, а с большим удовольствием делитесь. У нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина, очень приятно, любительница театра. У меня дети любят театр. Отлично, ради детей стоит постараться. Порой, ну так что же за театр открыли эти два замечательных человека, Станиславский и Немирович Данченко? А, Саван Мхат. Московский художественный театр. Это правильный ответ, вы молодец, отправляйтесь на спектакль, ну или подарите билеты детям, что в принципе тоже хорошее решение вот этой ситуации. Спасибо, что позвонили. Мы, друзья, не прощаемся. Через пару минут здесь в студии у нас появится еще одна рукодельница, жительница нашего импровизированного города мастеров. И мы даже проведем для вас интересный мастер-класс. Будем шить пасхального зайчика. Так что записывайте, готовьтесь, я думаю, что будет интересно. Не переключайтесь. То, что такой праздник есть, когда-то я вспоминал об этом празднике, то, что задумался, зачем он, но сейчас я, честно, не могу сказать. Ну, обычно на этот праздник мы дарим вермочке своим близким, особенно бабушкам и так далее. А историю праздника сами не знаете? Ну, боюсь ошибиться, поэтому не буду говорить, что знаю. Я знаю, что верю в этот праздник, а так-то я особо не поклонник. У нас бабушка была, мы все ее только слушали. Че у меня бабушки, честно, у нас нет и мамы нет. А так мне мама верующая и бабушка верующая были. Ну, а что делаете в этот день, в верное воскресенье? Ну, что, перед этим уберешься, все, так, что мы делаем? На кладбище ходим. Честно говоря, затрудняюсь сказать. Вот, историю не знаю. Знаю, что есть такой чудесный праздник, да, что мы его отмечаем, вот, что ставим веточки. Вот, а вот историю, к сожалению, не знаю. Нет. А, отмечаете праздник? Ну, покупаем вербу, да, я всегда их путаю с прощенным воскресеньем, мне мама говорит, что это разные вещи. Я не знаю, что это. Ну, а что делают на вербное воскресенье? Ну, вербу покупают. Ход Господен в Иерусалим был, и мы сцелили, там, это, пальмы под ноги. А у нас пальм нет, мы поэтому освещаем вербы в знак этого торжества. Я каждый год, наверное, на вербное воскресенье в церковь хожу, и, ну, в принципе, вербное воскресенье, оно как и поминают, и, ну, усопших, и за здравие ставят свечи. То есть оно такой, великий наш праздник. Зайчики, яйца и прочие приятности, которые многие сейчас уже активно закупают к Пасхе, можно не только купить, но и сделать своими руками. Понятно, что такого большого, красивого мы сейчас не сможем сделать, но как его сделать, я думаю, вы узнаете из личного, такого удивительного блога, точнее, даже группы нашей сегодняшней мастерицы, которая расскажет и поделится своими удивительными, мне кажется, талантливыми находками, потому что таких зайцев мне еще не приходилось видеть. Ну, в общем, давайте встречать. Екатерина Сосина, здравствуйте. Катя, ну, зайка вообще глазами хлопает, на всех смотрит. Почему вдруг решили делать игрушки? Как так случилось в вашей жизни? Ну, я вообще пробовала раньше много чего, тоже и украшения, и различные свадебные аксессуары, но как-то вот не складывалось. И потом пригласили на ярмарку, где предполагалось, что будет много детей, какой-то такой праздник для детей. Я подумала, что, ну, что еще для детей можно, только игрушки. Правильно подумала, Катя. Нашила, да. Ну, и в итоге как-то так вот пошло-поехало, игрушки понравились, стали приобретать, заказывать, и дарить я стала их много, потому что стали просить. Ну, и так. Хороший подарок, да, такой, пришла на день рождения, на какой-то праздник с игрушкой, с какой-то там своей, причем эксклюзивной, ведь она, даже вот три совы у нас тут стоят, вроде по одному лекалу сделанные, да, но ведь они абсолютно разные, у каждого свой характер, тут у каждого свое даже выражение лица, хотя вроде бы все одинаковое. Что мы сегодня будем делать? Мы сегодня, ну, так как у нас Пасха все-таки скоро, сделаем небольшое такое, цыпленка такого, как, у нас же принято яички дарить, раскрашивать, но их всегда потом жалко есть. Так. А вот это можно подарить, и потом, как украшение, куда-то дома поставить, и радоваться еще долго-долго. Итак, вот смотрите сейчас все, дорогие наши зрители, у Кати на палочке, вот такое вот произведение искусства. Ну, это уже такая, да, заготовочка, делается она очень просто, в течение пяти минут буквально на куске ткани чертим два яйца, между собой сшиваем, потом выворачиваем, набиваем, ну и приклеиваем. А чем набивать можно? Ну, набивать можно синтепухом, если нет, то ватой, синтепоном, то есть с любыми материалами, в принципе, с подручными, какие дома найдутся. Ну, можно и крупой, конечно, будет чуть-чуть посложнее просто все это зашить потом, но в целом можно, да, в принципе можно. Ну, вот такая палочка у нас, яйцо мягкое на палочке, палочка, это, я так понимаю, продаются шпажки для шашлычков. Обычные шпажки, очень доступные для любого человека, как бы, вещи. Так. Вот, сделали, и после этого нам останется чуть-чуть задекорировать, чтобы это яйцо все-таки в цыпленку у нас превратилось. Для этого... Запоминайте, друзья. Я уже заранее такие заготовочки сделала, бантик из ленточки любой атласной, ну или дома, может, какой-то даже кусочек ткани найдется, чтобы такой небольшой бантик сделать. Нам понадобится клювик. Клювик из чего можно сделать? Я, например, сделала из фетра такого, толстенького кусочка фетра. Ну, если не найдется, можно, опять же, какие-то подручные материалы, может быть, там, кусочек пластмасски, там, опять же, из ткани вырезать, из какой-то плотной, толстенькой, или просто треугольничек какой-то наклеить. Я вот хочу, чтобы мы сейчас показали нашим зрителям, как это все выглядит, как говорится, в миниатюре. Нос. Нос, да. Это вот звездочки нам для чего? Сейчас объясню, для чего. Ага, почему я взяла звездочки, да, секретный ингредиент. Вот такие глазки у меня здесь. Некоторые могут подумать, что сложно найти. Нет, у нас сейчас много рукодельных магазинов в городе, и их, в общем-то, можно купить, они очень доступные. Но если, опять же, нет, мы берем белую ткань, вырезаем два кружочка. Ну вот, пожалуйста, на самом деле можно посмотреть. Рисуем на ней черную точку, получается, глаз. И так, и клей нам нужен. И клей. Обычно я использую кристалл, момент кристалл. Он очень подходит для таких работ. Он прозрачный, его не видно потом, и плюс он не боится воды. Все это дело мы просто приклеиваем. Берем наш клювик. То есть начинаем с клюва, обозначим, где у человека нашего, птички нашей будет нос. Ну, я думаю, что он должен быть где-то все-таки повыше чуть-чуть, чтобы у нас как бы такая вот мордашечка получилась. Вот. Приклеиваем рядышком, прямо над клювом, два глазика. Не бойтесь, друзья, не бойтесь. Клей действительно прозрачный, сама по себе знаю. Бумагу хорошо клеит, клеит замечательно. Он все материалы склеивает, практически все. Можно же делать весьма очаровательного. Вот у нас уже мордочка получилась с живыми глазками. Дальше задекорируем, чтобы у нас такой нескучный цыпленок был. Мы ему бантик приклеим, чтобы он такой праздничный получился. Вместо бантика можно там цветочек, что найдете. Можно какую-то ленточку там наклеить цветную, разноцветную. Чудесный. Мы такой джентльмен. Сейчас бабочки очень в моде, я думаю, что джентльмен у нас получился замечательный. Так, для чего? Ну и секретные ингредиенты. Почему звездочки? Ну я их просто нашла, у меня такие бусинки были. На самом деле у рукодельниц дома много чего найдется. Ох, да, в зале же. Но опять же, их можно заменить. Вообще это будут лапки у нашего цыпленка. Мы их тоже сейчас приклеим. А кусочек волос, я прошу прощения, это тоже нам понадобится? Да, сейчас мы тоже. У нас еще будет волосатый цыпленок. Ну, цыплята у нас все, они такие пушистенькие, да, такие миленькие. То есть вот такие у нас получатся лапки. Да, кстати, звездочки очень хорошо подходят для того, чтобы обозначить лапки. Лапки. И, ну, можно опять же вырезать из фетра, из какой-то ткани толстой, флис, например. Можно, секретный секрет сейчас расскажу. Ой-ой-ой, так. Можно купить салфетки в магазине, в любом супермаркете, которые для пыли вот идут, для посуды. То есть они такие толстенькие, очень похожи на фетр. Розовый, желтый, зеленый вот бывают. Можно из них. Вот до чего доходят у нас мастера, они используют все, что под рукой. Просто он стоит... Копеечки. Да. Рубли. По сравнению с настоящим фетром, который на самом деле не настоящий, а из синтетики. Вот. А этот вот у нас такой пушочек ему, чтобы все-таки это был цыпленок-цыпленок, такой пушистенький, миленький. Чуть-чуть, да, давайте побывшего, держи вот так, мы сейчас его покажем. Ну, это джентльмен просто, я не знаю, удивительный. Цыпленок, ну вот, видишь, показали крупным планом, можно покрутить, повертеть, он такой... Ну, а если это девочка, можно ей сделать юбочку, например, приклеить цветочек и потом куда-то вот, например, воткнуть в корзинку с цветами или наложить там яйца в корзинку и куда-то вот среди них, чтобы он торчал такой веселый, симпатичный. Или можно еще, например, там, кулич, в кулич воткнуть, пожалуйста, тоже будет хорошее украшение. И потом останется на память. Даже такие целые инсталляции кофе кладут, да, вот кофе, пшено, можно поставить, куда-то там повтыкать. Вот получается у вас такой круглосуточный, круглогодичный, удивительный момент интерьера. Тем временем, друзья мои, давайте мы сейчас с вами немножечко поиграем. Обещала я вам билеты на концерт Александра Незлобина «Максимилианс». И сейчас для вас появится на экране кинокадр из очень одного известного и всеми любимого фильма. Если вы догадались, если вы узнали, что это за фильм, то милости просим к нам в эфир. Александр Незлобин ждет вас уже 9 апреля. «Максимилианс» приедет со своей программой, опять в жанре стендап, будет рассказывать о том, как ему живется и как, в общем-то, наверное, что интересного у него произошло за это время. Звоните 202-11-22. Даешь ли ты мастер-классы, Катя? Расскажи, пожалуйста. Мастер-классы пока вот так централизованно не даю. Меня приглашают иногда на детские мероприятия, я с детьми занимаюсь. Иногда родители вместе с детьми приходят. И там мы делаем в основном такие очень простые игрушки, которые можно там буквально за 15-20 минут успеть сделать. Но если желание есть у родителей, то в принципе можно прийти там, посидеть и подольше. Приобщиться. Сделать что-то такое, да, уже более сложное. Ну, опять же, всю информацию я только у себя в группе выкладываю. То есть если где-то какой-то мастер-класс, то это только там. Это спонтанно происходит. Надеюсь, друзья, вы тоже заинтересуетесь, потому что им все-таки мягкая игрушка, но никогда она не выйдет из моды. И это отличный подарок к любому праздникам. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Это у нас, видимо, житель планеты позвонил. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вы у нас что-нибудь умеете делать своими руками? Ну да, я вообще строитель универсал. Строитель универсал. Что же вы универсального построили за последнее время? Ой, ну так, по мелочи в основном. Так? Ну, всего такого громадного. То есть вы из тех мужчин, кто умеет работать руками? Да. То есть если что, кран почините, дверцу прикрутите? Конечно. Вот, какой хороший вы, Дмитрий. Ну, рассказывайте, я так понимаю, очень хочется сходить на концерт Александра Незлобина. С кем пойдете, если победите? Ну, пойду, по-любому. Ну, а с кем? Не знаю, еще пока не придумал. Ах, коварный вы человек, Дмитрий. Ну, так рассказывайте, что за фильмы загадали? Кинза, да. Конечно. Смотрели? Да, и не раз. Часто пересматриваю, как только на экране вижу, только его и смотрю. Никуда не переключаю. Отличные выборы. А вот недавно, в прошлом, позапрошлом году вышел мультик, тоже очень интересный, по как раз-таки произведению. Кинза-дза мультфильм, тоже очень вдохновляющий, там такая графика. Спасибо вам большое за то, что позвонили. Ну, вот, все мы разыграли сегодня, осталось только показать замечательные фотографии работы нашей Катерины, которая на самом деле поражает масштабами, и самое главное, не боится, Катя, фотографироваться со своими игрушками, в принципе, как модель работает. Ну, рассказывай, это вот какие-то вообще тоже котенок по имени Гафа, но это щенок. Ну, это щенок, да, щенок. Да, ну, похоже. Ну, это игрушки из, ну, в стиле, скажем так, Тедди. У них что-то двигается? Да, у них двигаются лапки. А, такие классные зайцы. Ну, это вот, который у вас в руках, зайчик. А игрушки в стиле Тедди, здесь еще будет несколько вариантов, сейчас я их разные шью. Тут глаза сама рисуешь? Да, все, от руки рисую всегда, без шаблонов. Есть какое-то образование художественное? Закончила, да, 4 года в художественной школе. Ну, и еще бы тут не рисовать глаз, глаз-алмаз. Мне кажется, все те, кто выходит оттуда, так или иначе творят. Это что за компания? Ну, это чеширские коты такие, улыбаются, причем с двух ракурсов. Если сзади развернуть его, там тоже написано «Кись, кись, улыбнись». Понятно, но это где-то подглядела или сама придумала? Нет, сама придумала, да. Сама? Патентовать, говорят наши режиссеры, мне подсказывают. Патентовать, надо такие образы. Это что-то милашка. Ну, это вот тоже в стиле Тедди, кисточка такая, тоже с подвижными лапками. И бывают развивающие игрушки детям заказывают. Вот лисенок, у которого рот открывается, то есть там пальчики засовывают ребенок, и начинает играть. Так можно себе друга найти. Да, можно разговаривать, да. Вот это, пожалуйста, даже не знаю, на кого смотреть. Накатить на кошку. Она, у нее проволочный каркас полностью, то есть ей можно вообще разные формы придавать и хвосту, и лапам. Ну, и часто люблю вот такие забавные, мультяшные какие-то мордочки придумывать, которые улыбку вызывают у людей. Ну, вот это тоже из этого же, наверное. А что за одеяло пошло на пошив этого карта? Это на самом деле пледы флисовые. Дело в том, что у нас в магазинах ткани вот такие цветные пледы и флисы не продают, только однотонные. Поэтому приходится придумывать какие-то варианты, да. Ну, а так в основном хлопок. Беру хлопок, потому что детям часто покупают. И так, чтобы можно было и стирать, и никаких аллергий не было. Ну, бывает вот и подушки тоже большие. Так что смело можно открывать какое-то маленькое такое уютное кафе, чтобы все это так вот поставить там, чтобы приходили детки, играли. Это что за бараш? Козочка? Ну, это жирафик был. А, жирафик? Ну, прошу прощения, не разглядела. Вот. Ну, это тот же самый кот из той же серии, что Матильда. Да, вот, как видите, можно посадить его. Ну, это семейство новогоднее такое было, семейство баранов. Барановых. Да. Здорово тут, в принципе, у каждого свой характер, у каждого как... Ну, это, конечно, фабричное производство. Ну, честное слово, ну, очень сложно понять и действительно понять, что это сделано именно руками, а не где-то. В том числе и глаза я сама делаю, и стекла, потому что таких глаз их готовых не продают. Вот я искала именно что-то такое, чтобы глубокое, настоящее, чтобы светилось, отражало свет. Вот решила из стекляшек делать глаза, то есть разрисовываю. Что это? Ну, это такая вот весна пришла, и у меня как раз в начале весны такое настроение было, хотелось что-то такое солнечного зайчика какого-то сотворить. Ну, на зайчика похож. Мало, какая-то весенняя барабашка очень милая. Ну, да, что-то типа там. Одежду тоже сама шьешь? Одежду тоже сама, юбочки, штанишки, кофточки, все это вяжем, шапочки, все это надевается, причем можно и снимать, одевать неоднократно. Переодевать? Да, переодевать. У меня вопрос, сколько у тебя сейчас дома игрушек, вот у самой, играешь ли ты в игрушки какие-то, знаешь, с ними разговариваешь ты? Как вот это все происходит? Разговариваю, это да. Серьезно? Когда шьешь, ты разговариваешь? Ну, для меня вот они живые, меня часто спрашивают, берут, например, сову, ой, это у вас подушечка для иголок, да? А у меня сердце аж замирает, потому что как бы на меня бы не хватило вот смелости воткнуть иголку, потому что для меня живое существо. Ну, а так дома сейчас у меня, честно говоря, не очень много, в основном заготовки лежат целыми мешками, потому что часто не успеваю, все это быстро расходится, ярмарки, магазины. Вот, и сейчас вот, ну вот, пожалуй, наверное, с собой привезла все, что у меня было. Все, что было, да, все, что в наличии. Да, готовое. Мне вот хочется спросить, допустим, когда дети сами делают игрушку на мастер-классе, у них появляется потом какое-то вот ощущение, вот так вот, если краем глаза за ним смотреть, что тут я сам это сделал, мне уже жалко ее там сломать, порвать. Как это вот, доносите это? Да, однозначно, они очень как-то бережно даже ее потом берут с собой, уносят. Это я сам сделала. А иногда мамы говорят, давай я в сумку пока положу, чтобы тебе не... Нет, я буду в руках держать. И вот они ходят с ней на все мероприятие, практически я уже так наблюдаю, к концу мероприятия они все с ней ходят, то есть им очень нравится. Ну еще бы я это сам сделал, как бы хоть и под наблюдением, как говорится, специалистов, а вообще, вот если изучать рынок мировой, да, вот этих кукол и так далее, можно ли сказать, что ты изобрела какой-то свой тренд, тенденцию свою какую-то? Ну, я с уверенностью могу сказать, что да, потому что сразу у меня было такое желание, вот, чтобы не похоже ни на кого. Не то, что из-за того, что конкуренция нет, а из-за того, что просто хотелось как-то вот выделиться, что ли, ну вот, чтобы никто не повторял. Потому что очень многие рукодельницы, мои знакомые, они все, допустим, берут выкройки с интернета и шьют что-то похожее. Ну, начинаю еще очень многие так делают, наверное. Ну, я тоже когда-то начинала, но и то, я не брала с интернета, я рисовала всегда от руки, вот у меня прям принцип был, что даже увидела, но нарисовала сама. Пусть это будут мои линии. Сейчас нет, сейчас я уже все выкройки сама придумываю, и как-то у нас рукодельниц не принято друг у дружки копировать, потому что мы друг друга все знаем, и это считается, ну, как бы нечестным немножко. Вот, а так, да, и мои игрушки сейчас уже очень приятно, что многие узнают, просто по их харизме. Ну, еще бы тут, мне кажется, по одному только флисовому пледу можно понять, что кто, исчезли в городе все флисовые пледы, где они у Кати? Так оно и есть. Вопрос у меня такой, вот смотри, какое самое дальнее место, куда отправлялись твои игрушки, где они есть сейчас? Самое дальнее, ну, они, честно говоря, не помню. Есть в Москве, есть в Казани, в Тольятти. А за рубеж никуда не улетали? За рубеж путешествовали люди, брали с собой, я знаю, что в Индию, в Испанию, а вот так, чтобы кому-то подарить, честно говоря, не знаю, потому что, а, во Франции живет одна курочка. Да, женщина купила себе. Одна курочка во Франции, какая прелесть. Ну, то есть, в принципе, по всему миру уже так немножечко и есть. Ну, получается, что да. А видела ли что-нибудь, может быть, кто-то тебя копирует? Такое встречала? Ну, бывало. Пару раз, наверное, я где-то замечала, но я почему-то очень уверена, что у человека не приживется. Если он не свое начнет продвигать в мир, у него не станет это переживаться, поэтому я за это вообще не переживаю. Ну, и сложно скопировать, потому что я выкройки как бы не выкладываю нигде, а очень часто мордашки рисую от руки, то есть это надоумение, чтобы нарисовать так же. Ну, то есть у тебя это вызывает, что, гордость или некое сожаление? Ну, вот, скопировали меня, как? Нет, вообще, я не расстраиваюсь, не сожалею, я даже не стану спорить с человеком там или ругаться. Доказывать что-то, да? Я знаю, что у него это не приживется. И к тому же меня уже, мои игрушки знают. Просто люди уже посмотрят и скажут, нет, мы вот лучше у нее возьмем, потому что уже знают, что это проверено и качеством, и временем. Ну, ты можешь сказать, что ты мама для них, для всех? Тебе жалко отдавать? Я их, нет, отдавать абсолютно не жалко, я с ними нянчусь, конечно, но делаю для людей. Мне нравится, когда люди радуются, когда я вижу улыбки, когда они потом отзывы какие-то приятные присылают, что это их порадовало, или они там кому-то подарили, и человек очень порадовался. И мне душу просто греет. Но есть одна проблема, я никак не нанянчусь, и своих детей пока никак не дорасту до них. Ну, ничего, всему свое время. Мне кажется, все твои игрушки так или иначе похожи на тебя, такую милую, улыбающуюся в клеточку. Катя, спасибо большое, что пришла вам, друзья, доброго, хорошего настроения. Попробуйте сотворить что-нибудь своими руками, а вдруг получится, вдруг вы станете следующим героем нашей программы. До встречи, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»